Производство декоративных отделочных материалов Производство декоративных отделочных материалов Производство декоративных отделочных материалов Или все-таки есть надежда, что продолжим работу в качестве директора дальше? Я буду работать там, где я работаю. Это хорошо, что такая уверенность есть. Значит, есть уверенность, что в этом году у нас все ребятишки обязательно ЕГЭ по русскому математике сдадут. Правильно? По русскому должны сдать. И по математике. По математике могут не сдать. И для этого есть объективные и субъективные причины. Объективных причин быть не должно. Объективная причина это вы. Вы, как организаторы, директоры, обязаны организовать работу таким образом, чтобы вы должны детей научить. За это вы получаете заработную плату. Именно по этой причине у вас дети учатся в 11 классе. Поэтому я предупреждаю вас, что если у вас будет повторная не сдача, то директором работы вы не будете. Вы должны обеспечить нормальный уровень образования. У нас любой выпускник, какой бы он ни был в национальности, должен уметь разговаривать на русском языке и считать. Возле нашей деревни проходят газовые трубы. Но у нас его нет. И будет ли у нашей деревни вообще газ? Давайте расскажу. Какая интересная история. В прошлом году мы провели газ. Нам все жители 120 домовладений. Все жители сказали, введите газ, все подключимся. Подвели газ. Из 120 домов знаете сколько подключилось? 60. Понимаете? Мы заплатили деньги, ваши деньги, ваши деньги. Все деньги, которые мы платим, это ваши деньги, бюджетные деньги. Потратили деньги компании «Газпром», которая заложила соответствующую трубу, чтобы в эту трубу, ну так сказать, размером имеется в виду мощность, чтобы по этой трубе дать определенный объем газа. Мы должны были, да, снабжать 120 человек, да, это же тоже бизнес-план, 120 домовладений. В итоге снабжаем 60. Остальные не хотят включаться, потому что не хотят покупать индивидуальное оборудование, ну, то есть те расходы, которые лежат на, так сказать, уже, ну, по нашей программе газификации. Слушайте, ну разве это нормально? Ну так, это же неправильно. Понимаете, мы свои обязательства выполняем, а дальше житель почему-то говорит, а я не буду это делать. В ущерб, кстати, другим. Поэтому мы приняли для себя решение. 150 тысяч рублей на домовладение, и мы понимаем, сколько мы можем делать. Потому что мы делаем, поверьте мне, столько, сколько мы сделали за последние три года, не делалось за последние 20 лет, столько не делалось по газификации. 45, вот в этом году мы сколько, Кунцевич, населенных? 42. 42 населенных пункта мы газифицируем. Причем у нас еще есть деньги. Пожалуйста, мы готовы посмотреть и ваши объекты. Но если вы будете вкладываться в те правила, которые у нас есть. Поэтому, опять же, еще раз говорю, ничего личного. Есть общие правила. Мы в эти правила, если попадаете в 150 тысяч на домовладение, мы готовы. Но инициатива должна идти от главы местного самоуправления. Потому что он перед нами, заключая с нами договор, он несет ответственность. Подключатся жители или нет. Чтобы мы не строили газопроводы в никуда. Но у нас немного денег. Мы не имеем такой возможности утратить деньги просто так. Выше спросим. Ну, мало. Поэтому, еще раз говорю, вот Михаил Николаевичу к нему. Спасибо. Так, у нас время. Мы с вами даже уже переработали полчаса. Продолжение следует...